Первую, вторую, третью, пятую, допустим. И на каждой печке мы что-то новое делали. То есть мы одинаковых двух, у нас нет. Постоянно кирпичные дома, кирпичные печи, кирпичный забор. Ну, устал от всего этого. Понимаешь, что-то хочу новое людям показать, что еще что-то дикое есть такое. Ты знаешь, они как бы сестры. Русская, помпейская, просто форма топки. В разных регионах жиле. Да, форма топки, вот здесь круглая, а там форма топки длинная. Добрый день, с вами компания Печной Мир. Сегодня мы в Кургане. Приехали к Евдокимову Сергею. Приветствую, Сергей, еще раз. Ну что, ребята, в общем-то я 37 лет делаю печи. Я этих мангальных зон сделал не один десяток. И мне все время хотелось вот что-то делать такое, чтобы для среднего класса. Мангальная зона – это тысяча кирпича, это очень много, кубатурно-квадратная система. И мне вот все время делал, и это не очень-то как бы не по душе было. Потому что заказчик, он не знает, что в конце получится, то есть как бы потом уже. И я вот стал такие вот штуки, когда мы уже взяли вот частный дом, жили в благоустроенной квартире, взяли частный дом. Вот такие вот штуки я начал делать дома. Это русская печь. То есть делается бетонная плита, и на бетонной плите тут очень много тонкостей, конечно, если все рассказывают тут не на один час, да. В общем, на бетонной плите я делаю русскую печь. Вот русская печь, да. Вот, допустим, это помпейская печь, он там дальше. Ну, это еще красится, вот это еще в процессе работы. Ну, в общем-то, она уже куплена. Она уже куплена, но еще не сделана полностью. Ну, это тут, в принципе, на бетонной плите русская печь. В основном берем ШБ-45, ШБ-47, делаем свод, как русская печь как делается. Ну, и там дальше идет термослой, и потом отделка печи. Вот эта отделка печи, ей не страшен ни дождь, ни снег. Ну, естественно, конечно, лучше ее поставить в это под навес. Ну, то есть, кто-то так оставляет. Она может так стоять, да. Вода оптика. Ну, вот это уже печь, я понимаю, работала? Работала. Мы пользовались, и она как бы с прошлого года, ну, вот сегодня вот купили ее уже. Так что успеваем снять как раз еще что-то, что-то, пожалуйста, это действующая печь. Сколько надо топить ее, чтобы приготовить? Вы знаете, полежка 4-5, сколько топить? Пока вот они прогорят, но в течение, может, часа-полтора, да, и она нормально. А еще заметил то, что все сделано, это бетонопластика же? Ну, это арт-бетон. Арт-бетон, то есть, это этим сами тоже занимаетесь? Занимаемся, да, смесь наша, то есть, мы, как бы, жена у меня и химик, и художник, да, и, в общем-то, мы состав сделали такой свой, и потом покажу мне гараж, там, шифоньер полностью, всякая эта химия, да, ну, и первую, первую, вторую, третью, пятую, допустим, да, и на каждой печке мы что-то новое делали, то есть, мы одинаковых двух у нас нету. И также вот химия, допустим, вот все эти, вот, да, мы делали все, что-то, чтобы лучше, 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 лучше. Вот, до отделки, до отделки, это вот печка, она, кладка делается, потом и стягивающие прутики есть, да, и, как бы, сварка даже есть, да, сварка, она сваривается еще на уголками, да? Этот каркас он держит, то есть, не дает... Держит, да, ну, если в Волгоград у меня уехала печка в 2000 километров, уехала в Волгоград, а я вам говорю, тонна 790 моя печка, вот та вот самая большая была, у нас каждая печка, мы, как бы, даем каждой печке свое имя, да? Вот та была печка Старый Замок, если вам Саша Прохоров давал видео, да? Он скидывал что-то в сетке, я видел, как это работало. Вот эта печка Старый Замок, но она очень красивая печка, сразу же купили у меня ее быстро очень. Сколько времени уходит на изготовление? Вот, что, ну, видите, в зимнее время мы ее просушивали долго, но если вот, допустим, просто взяться, вот сейчас в летнее время, да, недели две, дней 15 надо будет, да, 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 чтобы просто вот делать. Ну, мы, как бы, делаем сразу же не одну, вот скажем, это мы красим, там я заливку под печку делаю. То есть сейчас вы полностью ушли в домашнюю работу? Да, сейчас мне уже где-то на заказе брать уже, понимаешь, как бы вот, 37 лет этими печами, плюс это кирпичи постоянно, кирпичные дома, кирпичные печи, кирпичные заборы, ну, устал от всего этого, понимаешь, что-то хочу новое людям, вот, показать, что еще что-то дикое есть такое. Да, вот можно наблюдать, как раз, как демонт идет. Да, но, вообще, этого для русской печи одной трубы мало, ей, по идее, нужно еще и еще, но, однако, топится. Ну, а вот так на улице она будет стоять, ну, да, ну, это просто высоко, да, просто здесь мне место нужно было, и мы краном пихнули ее сюда и все. А если она ставится где-то вот на таком уровне, и еще куска три нужно сэндвича поставить, чтобы там через кровлю пройти и прочее, конечно, тяга будет намного лучше. Здесь еще просто ветер маленько гуляет, но, однако, горит нормально. Это не русская, это помпейская печь. То есть они больше для пиццы, правильно? Ты знаешь, они как бы сестры, русская, помпейская, просто в разных регионах жили. Да, форма топки, вот здесь круглая, а там форма топки длинная. Ну, что на это, и что на это можно готовить. Ну, конечно, помпейская, большим спросом пользуется. Помпейская печь, понимаешь? Ну, вот она. А стиль кто выбирает? Вот, допустим, клиент предлагает. Ты знаешь, честно могу сказать, у меня жена, она художник. И мы просто вот делаем, у нас их в мастерской еще берут. Вот она уже продана. Понимаешь, мы еще не сделали ее, а она уже как бы вот тут. Ну, приехал заказчик, она еще просто была кирпичная печка. Ну, фотки мы ему скинули. Он говорит, мне нужно под кору дуба. Все. И вот здесь еще, он думали этого тигра сделать. И вот, нет, мне вот сову лучше. Совую мы здесь сделали. А там уже под камень, да? Да, да, там под камень. Здесь пока у нас, чтобы не красилась, в смысле краска, прочее, пока мы просто здесь, это нержавейка идет. Ну, пока мы заклеили ее, рабочая система. Также подниматься краном будет. Эксклюзивный-то будем показать? В смысле? Вон тот. А, ну, там, я уж не знаю, кто как понимает, но у меня художница, вот, жена, она говорит, но зефиры, это мы, конечно, мужики, взяли опошлили, эту печку немножко. Не, рестораны, мексиканская тема, мне кажется, даже пойти вот тут. Там, но опять же, они помпейским больше, это русская. Вот, вот смотри, тоже вот я, видишь, вот уже сделала. Они маленько, устье, у всех печей разные, поэтому я делаю вот такие вот. Здесь потом еще нужно будет ручку сделать в рабочем виде. Вот так вот я их делаю, да? Потом сюда просверливаю ручки и вот смотри, вот так вот она, если в каждом ручке есть, видишь, планку этого, да? Да, она здесь, как это, уже сморная. Да, да, да. А вот в этом вот месте она заходит туда, хоп, и встала туда, понимаешь, ручками дохода. Ну, просверливается болтик под ручки. Ну, вот так она, ну, маленько у всех печей, но разное. Здесь сделаю планку, чтобы заходила. Могу вам на твой печка показать, она там сделана как раз. Да, 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 но та уже рабочая. Индивидуально под кого-то. Индивидуально, как видит художник, так скажем, да? Я спорить не стал, потому что художник плюс жена, значит, чреватого посредствиями. Вот, гляди, как она встает. Ну, конечно, топит сама. Пойдем, покажи. Ну, здесь она смайлика. Когда уже полностью, когда уже полностью проотапливается печь, показываю крупным планом здесь. Вот там планка такая есть, Я ее раз поставил, завел и поставил ее. То есть верхняя планка держит ее. Ну, она достаточно так же жестко плотно. Жестко, да. Плотно. Чтобы она, она печка-термоса сделана. Это для того, чтобы держать долго жар. Вот даже топили мы эту печку, она еще вон там была, да? С вечером мы ее топили, делали мясо и на ночь поставили вот там горошницу, даже видео, да? Этот компот. И она утром еще булькала. То есть все утром, ночь прошла, да? Я в 10 утра пришел, вот открыл ее, она еще булькает там все. Компот булькает, но компот такой, она варится, погасла, видишь, не было кислотного. Перекрыли. Понятно, то, что начинаете, можно тоже показать сначала. Пойдемте, покажу. Вот здесь, видишь, чтобы здесь не очень жарко, плюс дождь, чтобы не мешал. А мы здесь делаем. А сорок четвертый имеется в виду? А вот, смотрите, в основном идет кирпич на круглые, на смысле на русской и помпейской печи. Вот кирпич ШБ-45. Это 45, это вот размер вот здесь, то есть 45 мм. И вот с них делается вот этот вот весь свод на сборку. Есть еще ШБ-47. Скажем, если радиуса мало, кому это делается 45-47, чтобы радиус был более... То есть перемешкаю. Перемешкаю. Но если эти помпейские печи, там тоже радиус нужно со всех сторон. Тоже пилим его на те части, которые нужны и сборку делаем. Станок вот этот вот самый лучший, я считаю, который для пилки, это Д-Вольт 2400. Хороший станок. 250-й здесь. Да, 250-й. Хватает его. Но есть еще один, вот, пожалуйста, старый, вот этот вот маленько его переделываю сейчас, Пребедень. Да, вот этот у меня уже 15 лет. Он тоже уже прошел все огонь и воду. В зимнее время делаем вот здесь. Вот у меня как бы теплый гараж. Отсюда мы вытаскивали. Здесь у меня более-менее приемлемо. Здесь сейчас, наверное, в эту лето, в эту жару лучше. Самое лучшее, да, да. Круглая печка. Кстати, еще по круглым печам, да, я делаю всякие печи, но вот круглые печи, да, они самые крепкие, самые лучшие. Они стоят 50 лет и ничего им не делается. Раньше в каждом доме, вот в частном, я еще в советское время делал печи, в каждом доме была круглая печка. В школе была круглая печка, аптеки, где не было вот газа. Там пошел газ, они как бы перестали. Это просто для гаража сделана печка. А где металл сами гнули? Сам гну, сам гну. Зиговка какая-то? Ну, получается, что в нашем городе, может быть, я уже один делаю круглые печи. Ну, как бы вот так вот получается, что у меня их скидят. Но это мои самые любимые, если для дома, да, вот, чисто не варочную, а чисто для прогрева печь, что круглая печка самая крепкая. Гарантирую. Если правильно сделаете, вот стоит 50 лет. И ничего, не белить, не мазать, ничего не надо. Вот, кстати, если что, вот эта вот вся химия, она используется для смеси, для краски. Да, вот еще шифонем целый. Вот это вот все перемешивается в нужной пропорции. И тут уже сами дорабатывают. Да, да, да. Здесь уже сами. Потому что, сделав первую, вторую, там пятый, с каждой печки, что-то, что-то мы делаем более совершенное. Потому что, надо идти учиться ни у кого. То есть, в этой сфере, как бы и в интернете никого я не вижу, кто бы это мог показать. В общем, все сами. Термо, термокраски, термолаки. Ну, допустим, пожалуйста, Олимп, ну, очень хороший, но мы пользуемся им тоже. Грунтовки, всякие, вон, краски, допустим, жена красит все эти вещи. Ну, жена тоже больше, наверное, удовольствие получает. То, что, после того, после работы, вот той, что было раньше, да, она здесь просто отрывается. И, ну, растащу там, мамка, давай, все, хватит. Нет, пошел, да, еще поработаю. Азартные люди, они, как бы, у них работа в радость, понимаешь, когда интересно все. Ну, сейчас просто жара по 38, ну, лежим дома, жарко очень. Иваныч, сколько мы с тобой лета параллельно уже работаем? Лет 25, да, давно-давно-давно. Да, вот, хотелось бы еще о дружбе, ну, о партнерстве уже, вы партнеры или компаньоны, как назвать, друзья. Друзья, это не только, допустим, мы двое, еще сколько, человек пятый? есть ребята, которые, да, мы объединились, и, в общем-то, стараемся немножечко обмениваться заказами лишними, там, материалами, если есть возможность. Да, 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 да. Он, допустим, специализировался всю жизнь на круглых, на голландках, в коробе металлические. У нас, у кого есть эти заказы, мы сразу ему их переправляли, потому что мы знаем, что он лучше всех сделает, и он на них собаку съел, а мы там берем другие объекты, он с нами делится. Соответственно, вот неплохо, как он к этому пришел, вот я не знаю, так вроде незаметно, незаметно, раз смотрю, одну сделал, вторую сделал, третью. Я приезжаю здесь, только, в общем-то, приветствовал вот это дело, ну, дай бог, чтобы пошло дальше. Направление такое интересное, перспективное, я думаю, получится у человека. В общем, все, что мы хотели сказать. у нас как бы есть в нашей группе, у нас как бы своя группа, да, есть в этом, с Кургана, кто пища, Курганская. И мы, допустим, уже общаемся, есть, с новой политикой уже стараемся регулировать вместе, согласно. Ребята есть более опытные или менее опытные. Допустим, нам сбрасывают заказ, ребят, да у меня заказов полно, там кто чего, допустим, какой-то бабушке нужна печку или прочее. Ну, ребята уже, кто, допустим, желание есть, у кого нет работы, берут. И вот, как-то приезжаем, это подсказываем, допустим, да, ну, надо, у меня глины, машины постоянно привозят глину, эту глину привозим, делаем все это. В завершении хотелось бы сказать, Александр, тебе в первую очередь, спасибо, что познакомил, что привез, познакомил, показали, то есть, ну, и экскурсию про вчерашнее, так скажем, города. Ну, а Сергею, что ремесло делает красивые вещи, чтобы получалось. Все, вам тоже спасибо. Ну, ладно, всем пока, с вами Печный Мир. Давайте, ребята, удачи вам.